Пуля попала в каску, очень сильная контузия была. У меня голова полностью отключилась, я не помню даже, как меня звали. Меня везли просто как кусок мяса. Я уже врачам говорил, пристрелите меня, потому что я ничего не понимал. Ни как зовут, ни откуда я, что мне делать вообще. Ну, каска спасла. Объявили мобилизацию и ехал на работе, работал. И мне позвонили своими командами, сказали приехать. Приехал, сказали, будет проведение мобилизации. Я сказал, забирайте, я готов ехать. На следующий день я приехал, меня забрали на автобус и мы уехали. Я служил и срочку, и отслужил контракт. Служил я в ПВО, я оператор радиолакционной станции. Воздух наш, ключи от неба наш. У меня отец воевал в Чечне. Когда я сказал, что меня забирают, у нас была беседа с ним. Что такое смерть, и не надо ее бояться. Если суждено, значит суждено. Отец передал навык одним таким предложением. То, что когда рядом с тобой товарищ, и если он напуган, не надо к нему подходить спереди. Это самое главное, что он мне сказал. Потому что человек боится. Есть такое слово, взгляд на тысячу ярдов. Это боязнь человека. Его может застрелить просто тебя, перепутать. Человеку надо всегда подходить сзади. И на войне это как раз случилось. Один раз человек испугался, я подходил к нему сзади. Чего он не испугался. Я сказал, что я свой, все свои. И уже начали проводить ему реанимацию. У него слишком серьезное было ранение. Знаете, с одной стороны страшно, а с другой стороны горбость берет. Потому что я еду туда. Не кто-то, а я. И наши ребята сыстали. То есть не испугались и едут туда, не боясь. И едут защищать наш округ, нашу страну. Было интересно ехать, видеть технику. Новую технику. Танки, грады, все что угодно там было. Мимо это все. И ехало с нами, танки ехали. Детей много нас встречало с флагами. Приехали мы в Белгород на поезде. Потом поехали на Камазе. Нас привезли в Валуйки. Там есть деревня такая уразовая. И уразовая нас уже разместили в палатке. Обстановка боли уже была такая напряженная. Уже были слышны выходы. Мы уже, считай, не знали, что это такое. То есть где-то прилетает. Нам говорят, успокойтесь, это выход. Вот это наши стреляют. Это все нормально. На следующий день сразу тренировка. То есть не переставая. Каждый день тренировка. Полигон, полигон, полигон. Так тренировались каждым днем. Конкретно, когда мы приехали туда, уже за ленту заехали, нам сказали, что мы будем забирать все лодки Новоселовска. Это наш объект. Мы будем его забирать. Мы будем там и обороняться, и наступать. Когда приехали, уже обстановка была такая напряженная. Уже были слышны и выстрелы, и выходы, и прилеты. Было немного уже страшно. Когда второй раз заезжали за ленточкой, нас везли на КАМАЗе, группировку, это было все, происходит ночью. Всегда все передвижения у нас ночью. Никаких передвижений днем. Привезли нас, привезли прямо к двери, потому что мы даже улицу не видели. Привезли, легли спать. На утро мы просыпаемся, не работает ничего. И уже было подозрение, что-то не так. Нам говорят, все нормально, все хорошо, не переживайте. В итоге в 10 утра нам прилетает прилет из РСЗО «Хаймерс» с тремя ракетами. Я оказался под завалами. И получается, мать мне пишет, как дела? Я только начинаю отписываться, все нормально. И первый прилет происходит. Стенка меня выкидывает в другую стенку напротив. Потом резко второй прилет. Я пытаюсь убежать оттуда. И уже не получается, потому что взрывная волна от третьего прилетает, меня накрывает стенка. И темнота. Сначала резкое молчание такое. Я думал, ну все, я отъехал. И потом я услышал голоса и начал долбиться, орать, чтобы меня оттуда вытащили. В итоге меня услышали, сказали там «Абрам, надо его вытаскивать». Еле каком там все разобрали, меня оттуда вытащили. Я когда обернулся и посмотрел на здание, вообще не понимал, как я оттуда вылез. От здания вообще ничего не осталось. Там воронка такая была, что... Но было не страшно. Страх потом был потом. Я сначала не понимаю, что происходит. Я на автомате вылез, сам причем вылез. У меня были ноги передроблены. Ключица сломана, лопатка нижнего лопатки. И контузия. Мощная такая контузия была из ушей, из носа, кровь, из глаз. Выбрался, сам дошел, лег. Только где-то через час я почувствовал боли, когда приехали медики уже. До этого как будто ничего не случилось, как будто терминаторы какие-то. Только потом боли были. Ну вот когда завалило, прям сразу ощущение, что все, больше я никуда отсюда не вылез. И домой я не уеду. Это первая мысль. Было настолько... Не то, что страшно, а непонятно, меня еще вытащат отсюда или нет. Вообще живой я или нет. Потому что было темно, не слышно. Просто один писк в ушах. Все, больше ничего нет. И ты не понимаешь, живой ты пока или нет. Когда тебя достают уже и понимаешь, о, я живой. Меня вытащили, я буду жить. Слава богу. Начал себя там проверять, какие на мне травмы есть. Я был хорошо травмирован, прям так крупно. Вообще было не до этого. Самое главное, что я был живой. Мы не можем оказывать прямую помощь. Мы можем оказать только первую медицинскую помощь. Потому что мы знаем, что у нас есть такая статья. Мы не можем применять постоянную помощь. Мы только первую медицинскую. Это перевязать, перебинтовать, остановить кровь и отправить человека дальше на излечение. Чтобы мы с ним что-то делали. Даже самый прострел можно такими вещами заделать. То, что даже с салфеткой обычной. Обычная салфетка, ты ее вставляешь, и как раз кровь останавливается. Когда вот меня еще и контузило, ранило, со мной лежал рядом человек, он был покоцанный. И когда я к нему подполз, так сказать, у него было прострелено ухо. Я говорю, у тебя все? Он говорит, да. Я ему начинаю голову перематывать, начинаю его переворачивать, у меня руки в крови. Я говорю, нет, у тебя, друг, не все. Я начинаю раздевать. У него нога прострелена и плечо насквозь, получается, выходное. И у него кровоточило очень сильно. С неженским тампоном я заткнул дырку, и у него остановилась кровь. Это нас еще обучили, когда мы только уезжали на СВО. Нам сказали, тампоны – это самая главная вещь, когда пулевое ранение. Втыкнул – все готово. Тем самым, да, я ему заткнул, все. Вместе подбежали медики, и меня забрали, потому что я уже никакой был, уже там сознание терял. И я его вместе с нами. То есть разобрали вот эти куски от здания, меня вытащили, и все, говорят, сам дойдешь? Я говорю, да, я дойду сам. Я только вылез, я почувствовал, там, ну, прошел пару метров, там, других начали вытаскивать, там, более, более затрехсочные были. Я пытался им еще помочь. И только вот потом, когда все, вы всех вытащили, приехали медики, и только потом я уже выдохнул и почувствовал вот эти боли все. А до этого все, ну, как бы, не понимаешь вообще. Просто затуманено все. В общем, голова отключается. Начинает все на инстинкте работать. Я когда увидел их, все, я уже упал на землю, начал хвататься там за грудь, все, уже все болеть начинает, там, невыносимые боли. И он ко мне побегает и говорит фразу, все нормально, все, все, все четко. Ты жив, цел, здоров, сейчас поедем. Оперативно все сделали, перевязали, перебинтовали, промедол вкололи и резко меня повезли. То есть не дожидаясь никого, приехало много машин, и каждого по отдельности уже везли. Чем быстрее, тем лучше. Вот со мной привезли у моего сослуживца, у него было серьезное ранение. Его сразу на операционный стол, меня вместе с ним туда, и нас двоих, один врач все делал. Все, нам сказали, вы уезжайте на родину к себе, у вас серьезное ранение, вы переезжаете лечиться в Москву, кто куда, в ближайший госпиталь. Сначала, когда я приехал туда первый раз, я был мотострелком. У нас было подразделение мотострелковое. Там же приехала разведка, сказал, кто хочет нам. Я сразу вызвался, сказал, я хочу в разведку. Все, нас забрали, и нас, получается, обучали разведке. Я, тем более, попал в глубинную разведку. Получается, мы как ДРГ были, как у нас. Приходят эти ДРГшники, так же и были у них. То есть мы заходили в тыл врага. Наша задача была зайти в тыл врага, обнаружить, с коптера выдать, передать информацию. Артиллерия уже дальше делает свою работу. Вообще разведчик – это и ПВОшник, и ВДВшник. Это все вместе, это один большой терминатор, так получается. Он должен знать все, все навыки. Так как у нас было мало времени, изучили маленькие азы, как спрятаться, чтобы тебя не было заметно. Если даже стычка идет, прямой контакт с боем, мы должны как-то это все либо без боя урегулировать, как-то уйти, заминировать все, либо уже боем отстаивать свое, и все равно надо выдать информацию. То есть есть приказ, ты должен его выполнить. И один раз тоже вышли на выход, без боя, спокойно прошлись, увидел иностранщину, увидел их технику, выдали все, технику поразили, был даже доволен. То есть мы дали координаты хорошие. Техника поражена. Нас похвалили, ушли, прям довольны оттуда. Поддержка очень большая со стороны мирного населения, гражданских, особенно отсюда, с Истринского округа. Я не ожидал, что они видят здесь все. Как будто... С одной стороны, было ощущение, как будто никто не видит ничего. Но когда появился интернет, и когда я зашел там по своим соцсетям, я видел такую поддержку вообще с незнакомых людей вообще. Какой-то... Женщина мне пишет, молодец, ты наш герой, мы тебя ждем в Истре, приедем, встретим с Караваем тебя. Очень за это спасибо. Поддержка прям вообще дух захватывает. Прям хочется сразу идти в бой. Прям сразу эту войну за час закончить хочется. Прям с такими словами. Очень большое спасибо. Без этой поддержки мы там вообще никто. То есть вот эта поддержка, это, знаете, как такое даже наше оружие. Мы с этим оружием, по-моему, только с этой поддержкой и победим. Потому что у них там такого нет. Когда приехал со СВО, очень сильно изменился. Стал по-другому вообще мыслить. То есть до войны вообще не понимал. То есть мы и гуляли, и работали, какая-то повседневка была. Когда приехал, и поменялся и круг общения мой. То есть со мной ребята, которые меня поддерживали, когда я находился там. То есть у меня даже были и, как я называл их, лучшими друзьями. Но когда я ушел туда, они про меня забыли все. Они как будто списали меня со счетов. Когда приехал, начал мыслить немного по-взрослому. Понимать ценности жизни, понимать ценности России. То есть был таким, как бы, ребенком еще до этого. Не понимал вообще. Приехал, повзрослел. Для меня патриотизм стал, как любовь к родине. Я ее полюбил. На войне, ну, до войны. Патриотизм, потому что, ну, и патриотизм. После войны это прям любовь к родине. Начинаешь ее любить. Потому что она тебе много возможностей здесь дает. Она тебе дает учебу, процветание. Ты можешь делать все, что угодно. Можешь стать кем угодно. Благодаря России она дает тебе, тем более, это дает тебе бесплатно. Ты должен отдать свой долг. Дальше пойду на контракт. Пойду не в штурмовые подразделения. Я уже больше не боеспособен на это. Но не остановлюсь. Уйду на контракт в ПВО к своим. Буду охранять все здесь. Это не зона СВО, но все равно сюда тоже прилетает. Я все равно здесь буду отстаивать. Своё, пока не закончится СВО. Жду документы. Если дают добро, я стану здесь и буду охранять уже вас здесь. Я посоветую, кто уже идет добровольцем, кто принял это решение, не бояться. Победа всегда за нами. Это молодцы ребята, кто идут сами, даже не по повестке. Они понимают, что происходит. Они понимают, что за нами наши семьи, его, моя семья, за нами наша страна. Это молодцы ребята. Они только на пусты, не боятся. Все будет у них хорошо. Мы победим. Победа за нами. Ребята, работайте, братья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова